всем привет привет дорогие мои как обещала 7 часов выйти с детками вместе они рядышком задавайте свои вопросы что вас интересует буду отвечать вам добрый вечер чего такая запыханная только из магазина прибежала быстрее потому что понимаю что назначенное время должно быть здесь того что вы меня ждете по часам зашла до лидерская программа меня научилась все-таки не опаздывать а если я опаздываю то всегда предупреждаю одесса привет меня интересует как попасть к вам команду ребят ну как попасть в команду это наверное большинство задает этот вопрос я уже мы не уже не раз отвечали найти диму сначала наверное ну как на почту выслать свои фотографии показать какой форме что вы какие ваши цели что вы хотите а вот а потом приехать в москву и найти договориться с димой чтобы он вас посмотрел наверное так это мой ребенок помогает мне сумки разбирать старшеньки сегодня не ищу лес да вы знаете сегодня я уже гораздо лучше себя чувствую вышла на улицу пошла в магазин и не щурюсь лучше зрение стало спрашивает сколько лет мне 15 февраля будет 40 лет да посоветую шпаку план лечения грипп у него 39 да ребят сегодня звонил ему мы назначили на субботу съемку у нас дома но я его предупредил говорю если ты приедешь и будешь болеть ну просто мы только выкарабкались из этого и старший меня переболел и младшего сейчас болеет еще то есть наоборот младший переболела старший еще дом сидит так что нам очень 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 самое главное чтобы не болеть всем ешанькин ешанькин оленину привез а а оленина приз ребят он еще там он приедет только завтра но если он не привезет после сегодня что мы его сделали я думаю просто обязан привести оленину спасибо вам кстати чтобы помогали мне достучаться до него чтобы он увидел все таки что надо домой оленинку привезти вот это до 40 она ведь 45 спасибо большое спасибо ребят это все гимнастика профессиональный вид спорта замедлил мой моё развитие в организме и вот так вот выгляжу вот оплатно ли команда стоит нет мы никогда ни с кого не брали деньги в наоборот только больше помогали отдавали и отдаем все что у нас есть например там нам привозит питание как сан также теперь фитер x кстати очень хорошее питание ребят попробуйте вот и мы наоборот ребятам отдаем для поддержания потому что у многих нет возможности там купить что-то да но необходимо это необходимые мы поэтому мы им помогаем и поддерживаем а давно вообще в спорте с пяти лет с пяти лет я спорте были перемены у меня когда я из спорта уходила в шоу-бизнес ну как была в шоу-балете рецитал пугачёвый балет проработала четыре года потом ощутилась группе стрелки четыре года там проработала потом уже на одном из концертов увидела диму влюбилась два с половиной года мы ходили на друга смотрели и потом я уже зашла в тренажерный зал увидела где он тренируется купил туда карту вот и стала сама тренироваться приводить себя в порядок мы мозолить глаза и женьки ну что он обратил меня внимание вот как то так пополнение то в семье будет будет естественно будет конечно будет так как же очень хотим очень хотим надеется надеемся на этой дай боженька что все хорошо было спасибо большое уже выздоравливаю да выгляжу отлично спасибо очень приятно как достичь такой успех зубами как у вас говорю изначально что мои зубы изначально в детстве были не очень хорошие потому что плохое питание практически питания да не было потому что генназике нельзя было мне много есть вот бы зубы портились а после беременности у меня вообще зубы по несколько зубов поменял цвет но это у многих бывает так мне пришлось сделать налет на свои зубы сделать покрытие и я уже хожу там сколько верну же лет десять у меня вот за зубами наследить это точно ребят следите за зубами а если уже скинул когда ждать ответ ребят но вы знаете димон просматривает конечно почту но я не могу сказать что он все все просматривает будьте настойчивыми будьте настойчивыми да если вы хотите достучаться достучитесь только не через меня ладно потому что многие начинают мне писать и говорить о том же ксюша покажите диме мои фотографии расскажите ему обо мне ребят давайте сами ладно если вы сами захотите у вас все получится вот как питаться чтобы похудеть ребят ну самое главное вы все вы все прекрасно знаете выбираете сладкое выбираете мучные вещи да не кушайте жареное старайтесь поменьше есть углеводов с пяти лет знают люди наш ответ разуме белые как лед вам походу все прет спасибо за стержок очень приятно весело повеселили до ой сердечки сердечки такие разноцветные здорово дорого такой налет на зубы стоит я делала почти 10 лет тому назад тогда я отдавала две с половиной тысячи долларов честно копили копили отдавали потому что но буря когда я приобрела эту улыбку ребят и вообще стало совсем другой я стала больше улыбаться открыто разговариваешь и не стесняешься на фотографиях не закрываешь рот это совсем все по-другому если у кого есть проблемы с зубами лечить их лечите и делайте так чтобы вы могли улыбаться о каком проекте говорите что за кастинг кастинг нет никакого кастинга ты просто ребята говорили о том как попасть команду и шанькина вот я и как бы и сказала об этом вот голливудская улыбка ну поверьте не голливудская вот у димона да у димона зубы другие конечно нас есть наша врач саша он потрясающе делает зубы наши все друзья все к нему приходят и делают недавно лена клокова тоже была у него у нее свои зубы он прям очень хорошо подлечил и отбелил немножко потрясающе красивые улыбки делает так что он прям профессионал у нас привет 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 всем у димона отбили нет у димона как раз тоже идут пластины пластины до тонкие тонкие вообще-то новое какое-то новшество тонкие пластины которые на зубы делаются так вы приезжаете с москвы да ребят мы приезжаем москвы на неопределенные пока период времени сколько этот налет держится у меня уже 10 лет и честно сказать у меня не нет проблем зубами у меня они не болят у меня ничего вообще нету было один раз наверное да где там кариес да вот не с нижней части до просверлили все вычистили все сделали так что это было единственный раз за 10 лет когда пошла к зубному вот куда переезжаете приезжаем мы в екатеринбург екатеринбург ребят в екатеринбург вы любимые котята их семья спасибо за приятные слова спасибо что вы смотрите нас читаете нас смотрите наше видео и я хочу поблагодарить вас всех за то что смотрели тайские каникулы ребят действительно было потрясающее путешествие в замечательной компании все такие разные все таки мы были вместе и очень-очень скучаем сейчас друг по другу хочется прямо опять вернуться в это тепло и окунуться вот когда ты уезжаешь что понимаешь что мы мы столько не сделали мы столько не рассказали я думаю что если будет 3 тайские каникулы то они будут более именно продуктивными в плане информации и я хочу сказать что клокову надо прям больше там будет правильно же потому что на первых тайских его было гораздо больше чем во вторых обратно в москву вернемся вернемся ребят обязательно конечно вернемся что я москвичка я люблю свой город я обожаю почему едем в екатеринбург мы едем на обучение надо расти обязательно и вот мы сейчас димоном для себя решили что да мы едем на обучение и будем делать свои клубы свои клубы видим враг ждет ждет спасибо а детки конечно мы вместе с детками едем и мы одна общая мама одна семья как же может деток не оставим конечно лёха иди ко мне пообщаешься давай иди ко мне почему в центр не получился ну во первых потому что вкладывали очень много делали уже большой ремонт все но в один момент арендодатель решил продать эту землю но это как обычно бывает подставы там ли еще как то не знаю как это называется но у нас будет другой клуб и гораздо лучше потому что сейчас именно этому мы и поедем обучаться как это правильно делать вот это наш младший наш младший лёшенька завтра у нашего старшенька в день рождения будет 13 лет у нас в нашей семье есть традиция неважно во сколько ты родился но в 12 в 00 01 мы поздравляем всегда всех с днём так что сегодня ночью будем поздравлять нашего старшенького с наступающим его пусть покажут qpr это у нас младший младший да а про семинар не знаете дима говорил хочет москве провести семинар вы знаете ребят я думаю что он сделает семинар обязательно когда я не знаю точно но я думаю что до конца февраля это обязательно потому что после в конце февраля мы уже уже из москвы сделает обязательный я думаю что надо прямо на как кстати какие темы вам интересны больше какие темы почему название во фф осталось у зарипова ну по во первых это зарипов как бы сам нашел это в интернете это название и игорь это по правую название ему до принадлежала но это было оговорено все с димой они вместе все это делали но вот так получилось как то как то так стоит ли прийти вы принимать витамин d ребят я принимаю витамин d я считаю что стоит сейчас у нас действительно хватает нам солнышко и нам это необходимо вообще необходимо в такие в такую погоду такую такую зиму примать витамины это это обязательно ой не успела насколько уезжаете из москвы пока не и не знаю пока не знаем не можем сказать честно привет из холодного екатеринбурга блин да я понимаю я вообще боюсь холодно очень сильно но в екатеринбурге еще холоднее привет екатеринбург с клоковым давно ли мы знакомы недавно ну вот так можно сказать что недавно два года любите шоколад как раз лёха есть шоколад я очень люблю молочный шоколад швейцарский и очень люблю горький шоколад но ем его крайне редко потому что вот могу съесть плитку и все я в год могу вообще не есть когда будет виде про спортивное питание узнаете хотели со шпаком как раз делать на выходных посмотрим ну знаете честно я сейчас наверное буду искать каких-то спонсоров потому что мне одно тяжело все это делать я оплачиваю все сама и питание покупая все сама люди не хотят просто там обычное что-то готовить до хотят когда деликатес обязательно еще что-то так что и съемку оплачивая оператору и монтаж и все это и питание так что я думаю что в ближайшее время в екатеринбурге я найду каких-нибудь спонсоров хорошую студию буду там проводить и продолжать свою любимую передачу кстати на мне очень нравится мне просто надо сама еще научиться как правильно вести писать себе сценарий я все это сделаю моя передача будет более профессиональным как вы относитесь к девушкам обладающей спортивной фигурой не имея образования а уже тренирует ребят ну у меня был этот вопрос да мне уже задавали вот плане бикиняшек да которые выступили один раз на соревнованиях а потом начинают там писать диеты и тренировки я считаю что это неправильно люди все разные надо научиться мне кажется что все дело приходит с опытом когда есть один клиент второй третий ты видишь ты учишься этому да ты смотришь на результаты когда есть только один как бы наглядный пример и поэтому примеру всех под одну гребенку я считаю что это неправильно утренняя кардия на голодный желудок ребят что касается конкретно меня на голодный желудок я вообще ничего не могу сделать потому что проблемы желудком и мне необходимо хотя бы с выпить чай и съесть обязательно какой-нибудь там тост там с говядиной там да или что-то в этом роде почему александр сергеевич нет контакте ребят вы знаете александр сергеевич честно он открыл компьютер это какие кнопки куда нажимать если бы он умел бы это и наверно бы сидел бы но это тратится очень много времени у него нет на это времени он действительно всегда в зале тренирует он практически ночует в зале и он занимается своим любимым делом помогает всем остальным сердечки и разноцветные ну что какие вопросы интересуют вас еще спасибо что вы с женой смотрите нас сколько должна длиться тренировка но смотря какая тренировка да вообще принципе да минут 45 и остальную кардио димон вернется завтра с утра директор директор инстаграме проверю обязательно да обязательно проверим а вы сейчас смотрите с женой привет жене привет вам ребенок ты будешь со мной или нет я обещала что вы будете со мной дети в компьютерах засели остались ли у тебя сейчас навыки из гимнастики ну вы знаете как говорится профессионализм не пропьешь в стойке я стою минут 45 без поддержки да у стены прыгаю сальто могу колесо фляг там прыгнуть так что на шпагаты сажусь ну в жизни мне это принципе сейчас на данный момент мне это не нужно но все равно это все осталось вот тренируешься круглый год ребят этот вопрос наверняка мне круглый год я не тренируюсь конечно не так часто не просто когда тренируешь клиентов у них определенная нужна им нагрузка для меня мне нужна другая нагрузка так как много клиентов бывает да и ты не успеваешь просто самой потренироваться просто для поддержания да я неплохо выгляжу для себя мне так кажется жоп правда нет ну лишь напрягаться надо так что я поеду в Екатеринбург качать жопу когда будет кубок и шанькина в мае по-моему 15 мая дима говорил будем делать кубок и шанькина где еще точно не знаем почему да кстати почему когда я ходила на пляже на руках и я не могла ходить ребят честно в этот день у меня была температура тридцать девять и восемь мы приехали на пляж мне было очень плохо если вы только знали что было потом после этой съемки меня просто дотащили до воды и я просто кипела в этой воде не было очень плохо а из-за песка песок знаете вот возьмите вот снег 15 сантиметров и вот попробуйте встать на него и при этом еще ходить это не жесткий песок это мягкий ты постоянно в него проваливаешься тяжело было ходить на на таком песке йога занимаемся нет практически не занимаюсь наверное не мое направление и там надо просто знаете медитировать и расслабляться да у меня голова честно могу сказать знаете как уже опишила не могу отключиться всегда мысли какие-то лезут в голову на это нужно наверное к этому нужно прийти я пока не пришла к этому ну я думаю что в ближайшее время наверно к 50 наверно может 45 когда буду я вот опять займусь йогой все же ты знаешь клуб спортивной гимнастики я же не не знаю ребят не знаю честно кем я работаю я работаю персональным тренером свяпи клиентами и честно я я не могу назвать себя диетологом нет но я пишу и расписываю питание и в рестораны фитнес-меню делаю и самое главное что это не просто обычно там куриные грудки там да или еще что-то это блюдо очень вкусные очень вкусно полезно и с расчетами полностью килокалорий выжил полностью переезжает приезжает в питер нет в питер мы не поедем дети нет дети не не переживают основном ну наверное это вопрос к ним дети вы себе переживаете от перемены что младше сказал ему вообще все равно самое главное чтобы батут и центр был поблизости у нас просто фанат спорта фаната паркура гимнастики и прыгать на батуте так что я уже нашла батут в екатеринбурге так что перемен нет старший переживаешь о том что ты переедешь в екатеринбург нет не переживай чтобы ком был как лучше тянуть заднюю поверхность бедра тянуть ребят растягивать как на прямых ногах чуть-чуть согнуть можно сиди это дело до делает наклоны опять же да можете вот знаете как странно вы делаете чуть-чуть растянуть но обязательно прогнуться в пояснице для того чтобы задняя поверхность больше растягивалась я просто пропустил зачем петербург на учебу едем на учебу а зачем мы переезжаем ребят мы едем обучаться как правильно открывать клубы как делать это да как правильно собирать команду там есть профессиональные люди которые этим заниматься тем более не наши родственники это дима корнюхин антон гиренко кацуба да они у них уже много разных спортивных клубов power house и так что мы приедем туда и будем обучаться как правильно все надо это делать для чего для того чтобы приехать в москву и уже самим сделать клуб и не один кстати это будет такое немножечко другое направление вот не необычные фитнес клубы которые нас вся москва заселена этим немножко другое мечта дима будет вот что дядя чемпионы продолжить до буду я в екатеринбурге буду продолжать передачу что и дядя чемпионы и буду искать там чемпионов и там их немало кстати вот местом знакомые даже чемпионы так что буду продолжать снимать и радовать вас своим видео учить гимнастике ребят вы знаете когда я тренировалась гимнастикой скажу что я никогда в жизни не буду тренером мне предлагали быть тренером по гимнастике я была бы неплохим тренером на самом деле было хорошим тренером я сказала что я не могу сидеть всю жизнь и дышать магнезией я хочу по-другому жить и наверное сейчас когда я смотрю и вижу своих тренеров которые в гимнастическом зале проводят с утра до вечера 7 дней в неделю с одной стороны мне жалко их а с другой стороны они делают благое дело для детей ну наверное я сужден был а рождена все таки наверное для другого не сидеть в гимнастическом зале новосибирск обязательно приедем ребят обязательно приедем новосибирск потому что я считаю что надо везде побывать везде там при том что екатеринбург недалеко от новосибирска по крайней ближе чем от москвы так что туда мы тоже поедем с гимнастами общаюсь до общаясь вот с антоном голодзуцком вообще просто мы очень хорошо общаемся очень жаль что ну есть такие как лёха немов да и стали такие как света хоркин который чемпионы да но они не воспринимают общение они рассчитают что наверное что мы второго сорта мы не олимпийские чемпионы с нами общаться и особо нужно хотя мы в жизни тоже добились очень многого и помимо гимнастики и так тоже но это их выбор я надеюсь что когда-то лёха немов все-таки приедет ко мне на передачу что едят чемпионы и мы с ним хорошо поговорим проведем это время изготовим какие-нибудь вкусняшки фирменного смузи и шанькиных что что за смузи у нас у нас есть оказывается фирменный смузи не знаю если то что из фруктов мы делали да и сахарным заменителем это действительно очень вкусно я делала это на это назывался мамин десерт витаминный десерт на передаче как она передача это называлась на пенте где я была юра как передача называлась ужин какой-то ужин дома как это зван ужин вот да где я выиграла передачу я делают это замороженные фрукты прокручиваешь в блендере добавляешь сахарозаменители прям выливаешь можно сказать в стаканчик такой замороженный сверху мятый немножечко сахарной пудры очень вкусно и полезно у тебя были травмы гимнастики ребят если начну перечислять я думаю что это будет надолго травм очень много очень много но я по сравнению со всеми я ушла более здоровой три грыжи перелом позвоночника осколок до сих пор к общих три раза сломаны руки ноги сломаны так что дальше я не буду очень много всего до сих пор сейчас вот как раз с возрастом как говорится сказывается это все если ты тренируешься если так разминаешься для себя особо это не сказывает но как говорят у меня мы дима говорится что что нам сегодня твой копчик скажет вот у меня чувствует перемену погоды знаете ныть начинает когда или дождь там да или сильно снег падет так что мой термометр у меня в заднем месте стоит сахарозаменитель какой использую фит большой спорт это всегда травма да да так оно есть а что за команды у димы какие нужно как им нужно быть и что уметь ребят я не знаю смотри какие у вас цели знаете у нас вообще пока не буду вам читать просто послушайте такая ситуация была мне написали на почту говорят что вы знаете я не могу дописаться достучаться до димы я решил я решил все я вот решил летом приезжаю в москву к вам я знаю что дима делает чемпионов хочу быть чемпионом я приеду вы возьмете меня в команду вы из меня сделаете чемпиона ну а дальше разбежимся я вам скажу спасибо понимаете вот а как вот человек вот и я его вообще не знаю почему он решил что мы вот летом ждем его здесь да он уже был настроен на то что он откуда-то я не знаю с какой страны там едет но он едет к нам ребят вы просто сами подумайте для чего вам это нужно-то вы хотите быть чемпионами по фитнесу да там по мэнс физику еще что-то для того чтобы обратиться к диме вы должны изначально уже провести определенную работу поймите напичкать себя химией и на колодце и выйти а что с вами потом будет да для того чтобы иметь хорошее здоровое тело и рельефное это нужно годами тренироваться и для того чтобы вы попали в хорошие руки для начала поработать и сами сделайте из себя хотя бы минимальное что-то натурально не надо колоться не надо там принимать какие-то там лекарства да сильно попробуйте сначала на своем теле мало кто выдерживает это потому что все же хотят побыстрее я не хочу там терять там эти 10 лет но хочу там за два года чтобы я там был чемпионом я обращу обращусь к ешанкину он из меня его сделать ребят не сделает не сделает честно стало бы 10 лет киньте клич киньте клич киньте клич еще раз повторите повторите куда я должна кинуть клич выступите с клоковой по по бикини ребят мы сколько вы не будем выступать по бикини так уж как аришка не будет выступать по бикини это не наш уровень мы не будем выходить для чего для того показать что мы можем подготовиться и выйти с красивым телом ребят я считаю что самое главное надо быть здоровым человеком хорошей формы можно сделать для себя и для жизни и вот так вот в летом также поехать и одеть купальники хорошо выглядеть так чтобы выглядеть только хорошо две недели а потом люди отъедаются они там сушатся да и потом набирают в два раза больше чем они весят нет я я не хочу портить свое здоровье честно но и так у меня шаткой если честно розовые фиолетовые сердечки спасибо ребят что вы ставите сердечки мне очень приятно и наверное тоже как-то влияет на что-то ну не знаю вот киньте клич поддержать вашу передачу кидаю клич поддержите мою передачу не обязательно в екатеринбурге если вдруг кто-нибудь смотрит из екатеринбурга если у кого-то есть знакомые у кого-то есть там студия там студия кулинарии там где духовки там еще если что-то в этом роде ребят с удовольствием приеду посмотрю и буду вместе с вами сотрудничать и так что если вдруг узнаете кто-то у кого-нибудь есть студии такие напишите мне пожалуйста можешь ли говорить о спорте 24 нет ребят о спорте я не могу так много я не могу говорить о спорте потому что на самом деле очень много разных интересных тем в жизни есть и в моей жизни есть не только спорт я не только спортом живу я живу и семьей и детьми тут написали у Ишанькина в перископе Ишанькина злая да ребят я злая я очень злая становлюсь только тогда когда затрагивают моего мужа моих детей если затрагивают моих друзей все это не это не я это я не та добрая Ксюха я становлюсь мир герой я становлюсь львицей жрицей я не знаю как это сказать но за своих я всегда стою горой это мой принцип жизни мой принцип жизни так ну что ребятки я была очень рада вас видеть спасибо вам за ваши вопросы мне очень очень приятно что вы есть давайте наверное на следующую на следующий выход возьмем какую-нибудь тему скажите какая тема вас интересует я могу, так, еще и про протеин если худеешь можно ли пить протеин в зале не поняла еще разочек если худеешь можно ли пить протеин можешь почему ты не можешь протеин окнешんと почему нему не выпить протеин если ты не успел поесть Тебе необходимо после тренировки поесть. Оксана, подскажите, рядом с каким пляжем отдыхали? Блин, ребят, я не помню, как это называется. Я посмотрю, наверное. А вы знаете, вы зайдите на фотографии, которые у нас есть в тайские каникулы, в инстаграм. Там есть отметки. Есть отметки, где мы находились. Вот так. Где мы чекинились. Да, простите, пожалуйста. Продвинутые дети. Вот. Уже дынчик вон отсюда. Да, блин. Хотела бы я посмотреть на дынчика тоже. Так, ребят. Наверное, правильное питание и для похудения для девушек. Да, тему. Хорошо, давайте отдельно я сделаю тему, как правильно питаться. Не то, что правильно, как здорово питаться, как похудеть, как, наоборот, набрать мышечную массу. Или просто есть девочки, которые там очень худенькие. Они хотят набрать свой вес, но надо набирать не жиром. Обязательно тогда сделаю такую рубрику. И девушки придут и послушают меня. Зададут вопросы. Также могу говорить про детей. Про воспитание. Хотя про воспитание, ребят, никогда не буду давать советы. Потому что в каждой семье это все по-разному. Честно. Вообще по-разному. Вот сейчас мы переживаем переходный возраст нашего старшего. И я уже вою. Я тут думаю, я его убью, блин, нафиг. Честно. Не выдержала, уже не выдержала. Да. Папы не хватает нам. Надо прям папину. Ну, хорошо, что сейчас интересовался тяжелоатлетикой. Да, сынок? Учу жену приседать. Хорошей вам тренировки. Ребята, спасибо вам большое. Очень рада была вас читать. Мне очень приятно, что вы меня смотрите. Целую вас. Обнимаю. Хорошего вам вечера. И самое главное, не болейте.